Красота и здоровье. Как поднять настроение во время болезни и быть здоровым и красивым? Плохое настроение влияет не только на наш внешний вид, но и на наш иммунитет. Поэтому в случае болезни ни в коем случае нельзя предаваться унынной и хандре. Возникает вопрос, как же поднять настроение во время болезни, чтобы ускорить выздоровление? Вот несколько советов. Первое. Окружите себя цветами. Созерцание красивых цветов поможет справиться с депрессией и способствует расслаблению. Второе. Почитайте любимую книгу или посмотрите кинофильм. Лучше комендийного жанра. Как известно, смех способствует выработке эндорфинов, гормонов радости, которые действуют лучше любого обезболивающего. Третье. Счастливые воспоминания также способны возвратить настроение. Воскресив их в своей памяти счастливые минуты, вы проецируете их на будущее. Справедливо надеюсь, что впереди нас ждет еще много радости, успехов, счастья. Четвертое. Устройте сеанс ароматерапии. Можно капнуть небольшое количество масла на активную точку, находящуюся, например, на запястье. Хорошо подходит для поднятия настроения масло жасмины, эвкалипта или грейпфрукта. Также можно заварить чай с листочками мяты. Пятое. Послушайте успокаивающую музыку. Музыка, особенно классическая, способствует настройке биоритма на выздоровление, укрепляет психику и положительно воздействует на эмоциональное состояние. Шестое. Повалуйте себя вкусным лакомством. Такие продукты, как шоколад, бананы, орехи, грецкие, лесные, клубника, очень хорошо помогают поднять настроение и придать силы ослабленному организму. Естественно, если все эти продукты разрешил вам нечащий врач. Седьмое. Игры и общение с домашними животными позволяют отличиться от грустных мыслей. Достаточно погладить вашего любимого питомца, чтобы пришло хорошее настроение. Эти простые советы помогут вам поднять настроение во время болезни и стать здоровым и красивым. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok